всем привет как-то в комментариях у меня спрашивали как сделать треки в игре помните там какой-нибудь underground при запуске у вас запускается музыка и также он попросил еще сделать переключение это было правда давно но и вот сейчас уже вспомнил и решил вдруг записать есть у меня вот 7 треков и давайте сделаем какой-нибудь компонент который мы будем подключать к автомобилю и это гораздо будет проще допустим чтобы в каждом не делать берем actor компонент далее назовем его как-нибудь и 7 music зайдем сюда но для начала нам нужен будет конечно begin play но возможно он вам и не нужен будет там уже посмотрите зависимости что вы будете или как вы будете запускать эти звуки эти музыки в данном случае я запущу его на begin play чтобы было с самого начала также для начала мы создадим кастом с помощью которого мы будем запускать точнее создавать саму сам звук давайте назовем play play sound далее мы создаем его crate sound ваде теперь нам необходимо сюда мы делаем play чтобы запустилась на входящий саунд мы естественно будем подавать эти звуки но чтобы было проще нам создать просто sound wave либо да вот он sound wave делаем его рей и как раз таки мы сюда запишем все наши звуки данном случае у меня семь выбираем первое там вторая третье четвертая естественно будут какие-то проблемы потому что я особо сильно не задумался но я решил еще сделать второе видео в котором мы будем делать по такому же принципу но немножко с дополнением здесь мы будем только лишь запускать музыку во втором варианте мы сделаем так чтобы можно было еще и показывать какой трек какой группы так и здесь мы должны создать еще переменную это у нас sound index будет это у нас sound index он будет начинаться с нуля так пояса он готов и давайте сразу создадим кастом это у нас будет стоп sound далее мы вытаскиваем из-за этого и пишем стоп подключаем сюда будет проще не создавая лишних вот таких деталей далее что нам необходимо нам необходимо во первых давайте сразу на begin play и закинем play sound вот как раз таки которым мы создали вот эту вот этот м да мы его сразу запустим начнется с нуля потому что sound index у нас 0 имеет значение ну и теперь создадим переключение так возьмем еще какой-нибудь кастом event давайте будем переключать на клавиши q и букву е допустим назовем q press и на кью мы будем назад так скажем предыдущий трек на е следующий трек для начала sound int это у нас получается мы должны проверить что этот sound index равняется нулю если это правильно да то есть мы выполняем то что sound index да мы записываем его он равняется максимальному значению из вот этого получается нашего массива давайте сразу и на begin play и вытащим наш массив и вытащим длину нашего массива запишем эту переменную как sound max пусть это будет немножко здесь ошибаюсь но не особо важно имена остаются везде одинаково и то есть мы должны подать сюда максимальное значение нашего индекса то есть если у нас sound уравняется нулю если мы делаем назад значение sound index равняется самому последнему значения в данном случае так теперь далее мы вытаскиваем наш sound index на false мы делаем декремент то есть вычитаем значение если он не равен нулю допустим единица вычитаем значение ну естественно что там получается так и далее мы вот так тоже подключаем все потому что нам нужно после этого вычесть и получим как раз таки наш трек и далее мы запускаем озвучку так скажем плейсаунда так но и да кстати предварительно так как мы будем переключать у нас быть постоянно плейса он запускаться значит нам надо здесь написать стоп sound то есть при перед тем как переключить на следующую музыку мы останавливаем данный звук а потом уже переключаем и теперь так мы берем а ну давайте кстати еще здесь поставим при стринг чтобы я вдруг не ошибся давайте аппенд вызовем сюда подключим значение наше здесь у нас будет чтобы мы видели что это минус так и вот это по сути мы копируем на прибавление будет все то же самое с небольшими изменениями изменениями изменение у нас будет вот в этой структуре здесь мы декремент вытаскиваем удаляем точнее ставим инкремент это у нас прибавление подключаем его сюда сюда и сюда теперь здесь у нас за место максимального значения будет минус единица если у нас саунд индекс равняется значению так получается минус единица или даже нет подождите ну все правильно sound index но равняется sound max так и минус единица в данном случае скорее всего здесь будет давайте это мы проверим так все вроде как должно быть правильно здесь мы не забудем подключить и здесь у нас плюсики чтобы мы отслеживали так play sound ok и теперь чтобы это все заработало нам нужно на в данном случае на актер у меня актер будет которым я буду управлять допустим автомобиль и мне надо вот этот компонент подключить прямо в него так вот этот автомобиль мы сюда получается добавляем наш компонент чуть-чуть пролистываем и здесь вот кастом здесь есть и 7 music это наш как раз таки к маяк который мы создали и и давайте на begin play мы создадим получается а зачем нам здесь begin play не нужен давайте создадим буковку q то есть мы когда находимся в автомобиле мы должны переключать чтобы мы переключали из нашего компонента мы вытаскиваем наших кастом и он тогда это в данном случае q пресс который мы создали и на буковку еда мы создаем где у нас буковка я мы создаем е-пресс точнее ссылаемся на ту функцию которую мы сделали и теперь допустим все это мы сохраняем и проверяем запускаем нажимаем букву е как видите слева у нас появилась плюс 1 теперь нажимаем буковку е еще раз несколько как вы помните у меня там 7 звуков вот это должен быть последний так здесь я вот до ошибся на плюс так на минус кстати все отлично да на плюс мы ошиблись и это у нас что так 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 я что-то здесь на варгане а я я понял я минус 1 не написал это минус 0 давайте проверим еще раз плюс 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 то есть переключаем 6 но естественно 7 потому что у нас все начинается с нуля и как вы понимаете да у нас по сути радиостанции работает есть на что они чередуются в одном порядке это можно конечно исправить с помощью создания из них получается какого нибудь я не знаю куда которая у нас рандомно будет выбирать какую-то из этих music но тоже может быть повтор какого-то одного и того же звука можно попробовать сделать перемешивание данной данного массива но тоже свои нюансы если у вас есть какие-то предположения что можно еще сделать интересненького пишите в комментариях ну как обычно потестировав вообще написанный код или blueprint выявляются некоторые проблемы во первых у нас вообще когда отрабатывает стоп если у нас не существует либо что-нибудь произошло с данным файлом да вот эта штука начинает в ошибку выдавать для этого нам необходимо сначала проверить то что она валидно и тогда только уже останавливать я не тот и свалит вытащил то есть обязательно здесь надо будет проверить валидность то что она существует и вторая проблема то что у нас после окончания данного звука первого музыки вторая не продолжается то есть надо ее вручную включать единственное есть проблема то что в анрили по крайней мере на данный момент при создании звука да здесь нет у нас количество или временного отрезка сколько звука длится но есть у этого в общем получается диспетчер диспатчер точнее не диспетчер вообще называется он аудио финишит то есть если мы его поставим по сути да где-нибудь допустим перед play или после по я создадим на него кастом эвант допустим апдейт пусть название будет апдейт стоп и здесь мы должны подать следующий трек в данном случае и пресс но к сожалению при таком варианте да то есть когда у нас автоматом будет переключаться на следующую песню здесь кстати даже можно еще давай поставить но чтобы между музыками был какой-то разрыв небольшой но если мы вот так все сделаем то есть после того как первая песня закончится начнется вторая то в обратную сторону мы уже не сможем нормально так скажем отлистывать он не будет у нас уже отрабатывать потому что когда мы нажмем этот значение да то есть он у нас во первых воспроизведет но вы звуковой звуковой трек да но и при этом еще и еще раз воспроизведет звуковой трек новый потому что происходит финализация предыдущего значение так скажем и начало следующего и здесь он два раза отработает это здесь придется если вы хотите чтобы после окончания первой песни воспроизводилась 2 здесь надо будет кнопочку назад уже отсоединить и должна более-менее отрабатывать так у нас карта карта не то после того как трек закончится он переключит на следующий и сейчас можно будет переключать так в данном случае здесь делой конечно нельзя ставить потому что он будет через секунду вот это вот обыгрывать нам нужно поставить где-нибудь вот здесь наверно давай чтобы между предыдущим треком и следующим вот как раз таки вот эта секунда происходила ну вот кнопочка вперед работает назад мы получается отключили и после окончания трека воспроизводится следующий трек как раз таки между песнями секунда происходит но если необходимо да то есть здесь уже регулируете давайте следующий раз я сделаю так чтобы у нас еще воспроизводил ну так скажем показывала наименование песни и но это уже будет немножко другая схема потому что вот в этой схеме мы не сможем ничего подавать другого иначе нам приходится несколько вариантов прогонять это получается еще один массив создавать сравнивать эти массивы и в общем муторно муторно я покажу другим способом а на этом все до скорой встречи всем пока